Капец, пасутся такие верблюды у дороги. Как вам, а? Прикольно. Тут, короче, платная рыбалка. И Саша сейчас пойдет узнает, сколько это дело все стоит. Я хочу сюда приехать, как денежка будет. Я купила вот таких вот единорогов. Она, думаю, будет очень рада. Это поселочек такой, за Крымском, на горе. Больше я о нем ничего не знаю. Всем привет, всем доброе утро. Я сегодня мега долго собиралась. Сегодня у меня руки растут из шопы, поэтому краситься пришлось трижды. Меня уже ждут Саш с Мишей, потому что уже все загрузили в машину без меня. Просто сейчас мы едем отправлять посылочку, ЕМС-очку в СДЭК, в Крымск, а потом едем еще и за яйцами бройлеров. Последние партии весенней, которую я заказала. Машина загружена под завязку. Мишка отказался ехать. Мишке понравилось гулять. В общем, машина вся забита всем, чем только можно. Мишками, посылками. Мишка не хочет. Ехать Мишка хочет гулять. Миш, поехали еще погуляем. Ну что, ой, господи. Пол дела сделано. Посылочки отправлены. А еще я зашла в киоск распечатей и добыла еще вот такие вот журналчики. Уже целых два номера. Поэтому сегодня, наверное, устроим скатить прямой эфир. Прямо в прямом эфире будем это все открывать. А еще для бедной, ударившейся вчера, Лизы, кто смотрел прошлый влог, знает, что с ней случилось. Я купила вот таких вот единорогов. Она, думаю, будет очень рада. Тоже распакуем сегодня. Так что не пропустите. А сейчас мы отправляемся в последнюю точку. Это за яичками. Последних роллеров в этом весеннем сезоне. Ну, в общем, короче, я три партии заказала. Это уже вот третья партия. Будем их закладывать в инкубатор. Будем выводить из них желтых комочков. Ну, а сейчас надо доехать и забрать наши яички. Вот мы уже поворачиваем на заветную улочку. Да, мы уже почти приехали. В общем, мы в Саук-Дере. Это поселочек такой, за Крымском, на горе. Больше я о нем ничего не знаю. И тут очень плохие дороги, ребята. Здесь есть винзавод. Да? Который можно здесь по всей России. Винзавод, по-моему, везде здесь есть. Почти в каждом крупном, более-менее населенном пункте. В общем, о, люди травку косят. Ну, а мы сюда приехали, как вы помните, за яйцами. И вот лично я вообще не запоминаю дорогу. То есть, куда дальше ехать, к вам прямо. Прямо? Я угадала? Угадала. В общем, идем заберять яички, хотя до женщины я еще не дозвонилась. Что? У меня сегодня, явно не мой день. Я пытаюсь тут камеру поставить. У меня камера не влазит в машину. Представляет? Ну, в смысле, она должна меня снимать сверху, а она не снимает. Вот, все. В общем, череда чего? Виноградный. Мы, короче, едем смотреть куда? На что? Виноградник. На винограднике мы едем смотреть, потому что женщины, которая должна отдать там яйца, ее, собственно, нет дома. Сегодня у меня супервезучий день. Наверное, стоит сегодня больше ничего не делать полезного и важного. Потому что на почте была очередь. Ау. Накраситься с первого раза не получилось. Что, думаешь, это противовоздушная оборона? Ну, он-то накрасится. И в итоге яйца мы не забрали. Забирать их будем минут через 20. Ну, а чтобы эти 20 минут прошли с пользой, мы едем смотреть, на винограднике. Они тут точно есть? Ну, судя по названию пунктов, в которые мы едем, виноградные, они тут должны быть. В общем, не знаю, что мы там увидим, но куда-то же надо 20 минут деть, потому что женщина, которая должна на воду дать яйца, ее, короче, дома не оказалось. Вот так. Смотрите, что мы заприметили. Целое стадо верблюдов. Я нифига не вижу, что я снимаю, но вы, я надеюсь, видите их. Вообще громадные. Класс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, еще один вон там, вот где-то, вон он. Восьмой. Капец, пасутся такие верблюды у дороги. Как вам, а? Круто. Ура! В винограднике вижу. Мы заехали в виноградный, и вот только заехав в винограднике, вон там вот, на горе, видно уже посадки. Это же виноград, да? Да. Сейчас, в общем, Саша сказал, будем подглядывать. Распустились липочки в этих виноградниках. У нас уже распустились, да? Почти везде. Ты хочешь посмотреть, укрывают они его или нет? Здесь теплее. Или ты просто хочешь подниматься на чужой виноград? В общем, это поселок Виноградный. Это, понимая, Крымский район. И мы здесь уже были. А на обратном пути еще раз хочу верблюдиков поснимать, но уже ближе к ним. Да, я к ним буду ближе и из машины с безопасного расстояния. ну и где наши виноградники? Мы куда-то не в ту степь поехали. Ага, нам доехать надо. Ну, в общем, встретимся прямо в виноградниках. Смотрите, что мы нашли по дороге. Мне понравилось здесь пейзажик, озеро. Прикольно. Тут, короче, платная рыбалка. И Саша сейчас пойдет узнает, сколько это дело все стоит. Я хочу сюда приехать, как денежка будет, заказик какой-нибудь будет крупный. И мы сюда приедем, поотдыхаем. Правда, здесь нельзя костры разводить и прочее. Но зато, думаю, можно погулять, позапускать змея. Вот тут вот шезлонг. Ой, не шезлонг, а какой называется, гамак. Ну, а папа нам, может быть, даже рыбку поймает и будет прикольно. Вот, видите, да, зарыблено. Купаться запрещено. Саша, конечно, предпочел бы туда нырнуть к рыбкам и выловить их всех, но здесь, наверное, так нельзя. Поэтому будем стандартными способами рыбалки рыбачить и заодно снимать красивые виды. Как вам эта идея? Всяко лучше, чем просто дома снимать одно и то же. Правда же? Хоть какой-то отдых. Правда, сейчас финансовые трудности малость нам нас напрягают. Но я надеюсь, что скоро это все изменится и мы с вами будем много-много интересных мест посещать. Что-то у меня внешний вид сегодня не очень, так что уж извините, не получилось мне сегодня нарисовать красивое лицо. Что за день сегодня? Непонятно. Короче, виноградники так мы не нашли. Их видно вот издалека было, а подъезда к ним нет. Сейчас на обратном пути еще поснимаем верблюдиков поближе и поедем за яйцами. Давай, пищай. Там, короче, за вход 200 рублей со взрослого. А детей? До 14 лет бесплатно. Ой, как классно, у нас все до 14 лет. И рыба, если поймал, то 150 рублей килограмм. Ого! А карась, говорит, бесплатная. Карась бесплатная? Ты сможешь карасе немного наловить? Не знаю. Ха-ха-ха. Дорожка не очень трясет. О, верблюдики от дороги отошли. Все равно будут издалека. Но что ты будешь делать? Попробуем немножечко приблизить. Вот так. Саша добавляет скорость. Это чтобы помедленнее подъезжать к верблюдам, да? Я мимо них просила медленно ехать. А ты сразу. Итак, замедленная съемка. Вот они, верблюдики. Ну, серьезно, ну зачем вы отошли от дороги-то? Ну, этого просто поднять не смогли. Прикольно, да? Едешь, что тут такая куча верблюдов. Привет! Ой, он чешется. Прикольно. Видите, да, сколько много верблюдов? Давайте делать ставки. Нафига кому-то столько верблюдов? Кстати, верблюды ухоженные, красивые. Горбы у них торчком. Значит, довольные. Итак, делаем ставки. Кому нужны верблюды? Я предположила, что кто-то на них детей катает в Анапе. Саша предположил, что, может быть, если не детей катает, то на шерсть разводит. Это максимум, что можно с них получить. А вообще, зачем еще может понадобиться такое количество двугорбых? Всем привет, мои дорогие. Мы уже дома. И сейчас я прохожу бесплатную школу YouTube. То есть, сейчас я выполняю уроки, как правильно снимать на YouTube. Ну, короче, все это подробно расскажу вам позже, если у меня все получится. А еще у меня появилась очень интересная идея канала. Еще одного, который мне было бы интересно снимать. Такой контент достаточно интересный. В общем, оставлю вам ссылочку, как только первое видео заснимем. Надеюсь, вы его тоже оцените. И, собственно, канал будет на английском языке. Это единственный минус, возможно, для русскоговорящих моих подписчиков. Но зато плюс для тех, кто говорит на английском и понимает. Собственно, будет англоговорящий каналчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...